Таким образом, связующим звеном между мозгом и ДНК будут эти биофотоны, и вот здесь-то вы сможете передавать знания и общаться, потому что ваше соединение – это ваш мозг. При беспроводном подключении к интернету нет никаких причин, по которым ты не мог бы извлечь воспоминания, которые являются просто данными из одного мозга и поместить их в другой мозг. А теперь скажи, что значит делиться воспоминаниями? Если ты вдруг узнаешь Илона Маска, тебе захочется узнать, о чем он думает. Ты мог бы получить его воспоминания о вчерашнем дне и прожить так же, как он, целый день. Хотя именно благодаря связности мозга мы обрабатываем опыт, даже используя восстановленные воспоминания и записывая новые. Память на жестком диске больше похожа на оперативную память с произвольным доступом, а не на жесткий диск. ДНК идеально подходит для нашего жесткого диска, на который записывается вся основная часть информации, которую мы не используем. Так что может случиться так, что в будущем мы будем найти способ скачать. Люди проникают в ДНК и перемещают их в другие тела, так что это удивительный шаг вперед в такого рода научно-фантастических идеях, когда наш мозг подключен к интернету. Наши физические тела становятся менее важными, а теперь подумайте об этом, если наш мозг подключен к интернету. И если бы все наши мозги были связаны, все мы были бы связаны, я мог бы буквально проникнуть в твою голову и посмотреть твоими глазами. Так что внезапно на один день, как будто ты знаешь многих из нас, потому что ты предприниматель, я подумал, что было бы здорово заглянуть в голову Илона Маска на некоторое время. День и гуляй вокруг. Ну что же, Илон Маск, возможно, даже может позволить людям получить эту информацию и буквально пережить то, что он видит. Благодаря моим обязанностям и надзору в качестве нормального в остальном сотрудника службы безопасности. Специалист по ЭЭЭ, я хотел бы показать эту технологию в действии, и это было сделано с точки зрения перспективы и направления камеры. И то, что мне сказали, было очевидно, что она использовалась глазами целей. Так вот, я уже видел это, и это совершенно замечательно. Это похоже на знакомую вам видеоигру от первого лица, или что-то в этом роде, где вы смотрите прямо глазами человека, и так далее. У этой технологии есть два аспекта. Во-первых, это то, что на самом деле является получением сигнала от самого человека, и этот сигнал передается в человеческом сознании. Я не собираюсь вдаваться в подробности того, как именно работает весь человеческий мозг, но в основном это так. Эти оптические сигналы интерпретируются мозгом, и затем ты воспринимаешь их как видение, воспринимаешь как картинки и так далее, но все это электрические сигналы внутри мозга. И поэтому происходит то же самое, данные воспринимаются глазами, а затем ваш мозг визуализирует их. Это в визуальной форме, которую ты, как мы знаем, видишь, происходит точно то же самое с компьютером, и-е-е, данные отправляются на компьютер, а затем отображаются в виде картинки, на которую люди могут смотреть, насколько мне известно, в режиме реального времени. Секунда или две задержки, но это так и есть. Это происходит на самом деле, они могут видеть глазами цели, все это делается дистанционно, и это, конечно же, визуализируется в режиме реального времени на экране компьютера. А затем происходит настолько точно, что вы действительно можете увидеть отдельные поры на чьем-то лице. Вот видишь, у тебя есть шрамы, царапины и так далее, и поэтому ты можешь понять, как, например, если бы у тебя было несколько человек, которые смогли бы это сделать. Ты мог бы видеть их глазами в комнате на углу улицы или в офисном здании, где бы это ни находилось, и получить полное представление о ситуации. Если просто посмотреть им в глаза, то можно увидеть их насквозь, это все равно, что съесть трех, четырех или пяти разных людей одновременно. Все равно. Все равно. Все равно. Все равно. Надеюсь, что Lyn. Прин Less convinced в ней нет. Продолжение следует...